У нас появится то, чего у Сталина не было в 45-м году. Конечно, мы можем проиграть. И Путин об этом и говорил, что если мы проиграем, будут уральцы, москвичи и так далее, которые будут воевать между собой, вот как сейчас киевляне воюют с москвичами. Он об этом сказал. Но мы-то понимаем, что если это будет не так, а будет победа, то в этой победе НАТО не будет вообще. А если НАТО не будет вообще, какая разница, что Финляндия в нем поучаствовала пару лет? Ну так-то. Да никакой. Поэтому я бы к этому относился не то, что спокойно, а по-другому. Мы с вами сейчас проигрываем на том плане оккупационном, который нам написали Соединенные Штаты Америки и который поддерживает пятая колонна в России и в Москве. Если мы добьемся, а мы добьемся, потому что без этого невозможно зачистку пятой колонны в Москве, восстановление суверенитета, в том числе правовое, конституционные реформы и все остальное, то в этом случае у нас появится то, чего у Сталина не было в 41-м году. Потому что в 41-м году у него не было того, что есть сейчас у нас потенциально. Просто мы не можем это использовать. Это ядерное оружие, и речь идет не о ядерной войне, а о ядерном оружии как фактор сдерживания. Потому что американцы уверены на 100%, что мы его задействовать не сможем. Причина их уверенности, вот она как раз и опирается на тотальную пятую колонну в Москве, которая им об этом докладывает каждую секунду. Не бойтесь, все в порядке. Ну, какие вариации там? От того, что его просто нет, например, и вывезено оно было в сделке в ООНО в свое время, до того, что оно, так сказать, не контролируется Владимиром Путином, а вполне себе контролируется людьми, которые завязаны на Соединенные Штаты Америки. Потому что понятно, что же не он же, то, что называется, будет, так сказать, зажигалкой поджигать путь к ракетам. Понимаете? Там же есть цепочка, по которой принимаются эти решения, начиная от политического уровня и кончая исполнителем. И в этой цепочке они вполне могут контролировать огромное количество звеньев, для того, чтобы быть в этом в достаточной степени уверены. На 100% они не уверены. И поэтому и складывается вот этот баланс. Мы будем организовывать наступление Украины, но мы не дадим ей томогавки. На всякий случай. А вдруг все-таки Путин возьмет, и, ну, под контроль, я иду наружу. Мы будем заранее объявлять о наступлении. Представляете, вот такой командующий заранее говорит, товарищ Гитлер, я через две недели буду на вас наступать под Сталинградом. Что будет с таким командующим? Одно дело слухи, а другое дело, когда высокопоставленный руководитель, а он руководитель, заявляет, что оно будет. Это разные вещи, это не слухи. Это прямая угроза. То есть публичное воздействие на позицию Российской Федерации методом угрозы наступления. Понимаете? А не само наступление. Вот эта угроза, как раз таки, еще раз, в ней 99% не военная компонента, а политическая компонента, попытка мобилизовать пятую колонну в Москве и укрепить их, как бы, дух и позиции. Потому что ему олигархи говорят, мы боимся, они говорят, ну что вы боитесь, вот уже вот мы тут танки подогнали, 100-тысячную группировку, будем наступать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова